Илюша Николаеву всего три года, а он уже твердо знает, что хочет стать полицейским. Благотворительный забег. Я бегу, ребенку помогу. Для него хорошая возможность примерить форму с жезлом и в фуражке. Будущий страж правопорядка преодолел 600-метровую дистанцию. Наш ребенок с детства очень любит полицейских. У нас все машины только полицейские с мигалками, поэтому выбора у нас не было. Он сам выбрал себе в интернете костюм полицейского, поэтому пришлось купить именно такой костюм. Мальвина и индейцы, Дед Мороз и Снегурочка, пираты, взявшие в плен принцессу, на костюмированном забеге бежали рядом. Здесь нет места спортивным интригам и допинговым скандалам. Участники акции объединены нежеланием стать первым, а стремлением помочь детям с ограниченными возможностями здоровья. У нас тоже ребенок с особенностями, и мы считаем, что это просто необходимо, помогать благотворительные забеги. Они такие должны быть, и очень рады, что в Одинцово такой проводится. Их должно быть больше, они должны быть массовыми. Тогда может быть проблема таких детей решаться быстрее. Рекордная дистанция для чемпиона России по триатлону и велоспорту Ярослава Святославского – 226 километров. Ее он преодолевал два раза. Об участии в благотворительном забеге «Я бегу, ребенку помогу» спортсмен даже не задумывался. Отличное мероприятие. Я рад, что проводят тоже именно в нашем Одинцовском районе этот забег. Желаю только, чтобы таких забегов было как можно еще больше. Помочь детям с ограниченными возможностями здоровья можно было не только пробежав одну из дистанций. На благотворительной акции работала ярмарка изделий Одинцовских мастериц. Официальный представитель зайцев. Я их делала своими руками. У каждого зайчика есть свое имя и должность даже местами. Кто-то пират. Балерина уже убежала. Очень важно помогать людям, очень важно помогать детям, тем, кто в этом нуждается. На самом деле такие мероприятия очень сильно сплачивают. Но не говоря уже о том, что это замечательный повод провести воскресный день в очень красивом месте, в замечательном парке, с друзьями. И, как говорится, совместить приятное с полезным. Все участники благотворительной акции перед забегом сделали обязательный денежный взнос. Его размер в этом году составлял от 100 до 700 рублей. Собранные средства будут переданы на лечение и реабилитацию 12 Одинцовских детей. Сейчас ребята едут в различные санатории на реабилитацию. Где-то нужны билеты, где-то нужны лекарства, первая необходимость. Особенно у нас есть девочка очень сложная. И сегодня у нас есть небольшой спонсор, который вручит сертификаты на очень приличную сумму. Возможно, это будет превысить наши споры. Двум организациям для детей, для реабилитации. Там массаж, у них там еще что-то есть, сортопедия связанная. Оказать адресную помощь детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении, реабилитации – главная, но не единственная цель благотворительного забега. Организаторы признаются, что хотят приблизиться к определению людей с ограниченными возможностями здоровья, которые действуют в одной из скандинавских стран. Но это невозможно осуществить без создания дружелюбной городской среды для всех без исключения. Только те люди, которые не могут участвовать активно в общественной деятельности, считаются с ограниченными возможностями здоровья. Остальные, кто могут, неважно, в коляске они, не в коляске, как они говорят, со специальными инструментами и еще что-то, они так не считаются, если есть определенная, доступная, дружелюбная среда для всех. В благотворительном забеге «Я бегу, ребенку помогу» в этом году приняли участие более 1700 человек. Совместными усилиями им удалось собрать свыше полумиллиона рублей, а значит подарить шанс на выздоровление 12 детям.